Три месяца пролетели незаметно. У школьников заканчиваются летние каникулы. И сегодня мы будем говорить о том, где можно собрать ребенка в школу и подготовить к новому учебному году. В нашей студии директор Чувашского учколлектора Анатолий Алексеев. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вот вообще, что означает термин учколлектор? Я правильно понимаю, что это ведь не обычный книжный магазин? Вот что такое учколлектор? Вы правильно понимаете. Вот наше предприятие, это целью создания даже 1949 года наше предприятие создано. Всех прошло уже 70 лет. С целью создания нашего предприятия была и является централизованная поставка учебников, учебно-наглядных пособий, обеспечения учителей, детей учебниками, учебно-наглядными пособиями, оборудованием и так далее. То есть не надо было искать, куда-то ходить, а вот централизованная, через наш магазин можно было приобрести и на сегодняшний день можно приобрести любой товар, который является необходимым в школе. Который нужен в школе. Это речь не только об учебниках? Не только об учебниках, это и оборудование, и интерактивное, и мультимедийное. На сегодняшний день какие современные оборудования есть, все через нас можно приобрести. Не только в школах, и детских садиков, и техникум, и так далее. То есть Чувашский учколлектор непрерывно работает с 1949 года у нас? Да, в этом году нам исполнилось 70 лет. У нас вот Чувашский учколлектор, я правильно понимаю, что в каждом регионе есть такая специализированная организация? Ранее, когда издавался указ в 1949 году, во всех регионах нашей страны была сеть магазинов, так и назывался учколлектор. На сегодняшний день, мы собираемся, ежегодно нас собирают на совещании в Москве, там на сегодняшний день осталось буквально пару государств предприятий. По всей стране? По всей стране. То есть Чувашии повезло, Чувашии до сих пор держатся на плаву учколлектора? На сегодняшний день, да. Я помню, что когда я сама училась в школе, а училась я в том числе по системе развивающего обучения, очень много действительно направлений, которые пробовали в мое время на школьниках, я знаю, что многие учебники было нигде не достать, кроме действительно учеколлектора. Вот сейчас у вас каков ассортимент? Действительно у вас можно достать или во всяком случае заказать любой учебник, который решает учитель, по которому решает вести предмет? На сегодняшний день у нас на предприятии более 65 тысяч наименований, не только учебников, оборудований и так далее, все. И мы сотрудничаем со всеми издательствами и являемся представителями всех крупных издательств, таких как Просвещение, Российский учебник, куда входит Вентанграф, Дрофа, Астрель, Российское русское слово. То есть я правильно понимаю, когда родители узнают, какие учебники, по каким учебникам предстоят учиться дети, может смело идти в Уч-коллектор, там во всяком случае, если нет, можно заказать у любого издательства и наверняка проконсультируют, помогут найти в случае чего. Совершенно верно. Ну, хотел бы еще добавить, что кроме школы мы можем похвастаться тем, что очень широкий ассортимент у нас для дошкольных учреждений, то есть для детских садов. Кроме этого, художественная литература очень у нас в широком ассортименте. Регулярно проводятся у нас акции по художественной литературе, сами издательства проводят. Иногда бывает, что новые книги за полцены, то есть регулярные акции проводят, поэтому нужно даже регулярно захаживать туда и интересоваться, вот именно по каким акциям, кто интересуется художественной литературой, можно купить по акциям. То есть родителям там, в принципе, тоже можно что-то найти для себя. А вот этих акциях, где могут люди заранее узнать о том, чтобы подгадать время покупки? На сайте, может быть, у вас будут отражены? На сайте, там тоже будут отражены, если зайти на сайт, можно и оборудование, и учебники, и учебные наглядные пособия, то есть все, можно там посмотреть и интересоваться у наших работников, которые с удовольствием расскажут, подскажут, что выбрать из этого ассортимента, по какой линии учатся, обучаются наши дети. Специалисты у нас хорошие, работают по 15-20-25 лет, есть такие сотрудники. Показать издалека книжку, они расскажут, кто, какая школа занимается этими учебниками, все это могут рассказать. И еще тоже про школу, вы сказали, что это не только книги, да, не только что, вот ребенка нужно собрать в первый класс, времени осталось, предположим, два дня. Вот если прийти в учколлектор, что там можно купить для школы? И для детских сад, кто собирается в детский сад, и кто собирается в начальной школе, к нам можно прийти и собрать сумку с необходимой природежностью, которая необходима в школе. То есть весь портфель, то есть это и пеналы, и ручки, да, все канцелярские товары, все тетради, все дневники, все у вас можно найти. И ранцы тоже. То есть прийти и собрать, начиная с ластиков, все-все по порядку идти, ранец собрать, уже к школе. И останется, да, только форма и только спортивная форма карасовки, наверное, и лыжи. Да, лыжи тоже есть. Лыжи тоже есть. И спортное оборудование у нас в очень широком ассортименте. Ну что ж, да, уважаемые родители, вы теперь знаете, куда идти. А вот что касается по ценам, да, какова ценовая политика? Вот все-таки статус уч-коллектора какие-то преимущества вам дает? Вот как раз хотел добавить, что приходя к нам, вы не только сэкономите время и деньги. Потому что, как я уже ранее сказал, что мы со всеми издательствами работаем напрямую, со всеми канцелярскими товарами тоже. То есть без посредников у нас уже десятилетиями сложилась вот эта тенденция. Если взять опять-таки учебники, то у нас, так как мы являемся официальными представителями, то они нам дают скидку на свой товар. Вот по времени работы многие родители, да, мам, папа, они работают, остаются либо выходные дни, либо вечер, да, например. Когда к вам можно попасть? Как работаете? Выходные? Какое время работают? До скольки работают? Мы работаем с 8.30 до 18 рабочие дни. В субботу работаем с 9 до 17. А перед школой, вот сейчас у нас перед школой начинается, мы работаем и в воскресенье, без выходных. Кроме этого у нас, кроме как Чебоксары, имеются еще филиалы в Канаше, средняя школа номер 3 и город Новочебоксарск. Средняя школа номер 19. Это воинов-интернационалистов дом 19 и в Канаше улица Кооперативная дом 10. Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, в нашей студии был директор Чувашского учколлектора Анатолий Алексеев. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»